У большинства людей пятница это начало выходных дней, маленький, но еженедельный праздник. Не секрет, что многие отмечают окончание рабочей недели распитием алкогольных напитков. Все бы ничего, если бы по окончанию веселья люди под шофе не садились за руль. Об этом говорят и правила, и даже здравый смысл. К сожалению, понимают это не все. Суровый штраф и перспектива на долгое время стать пешеходом не сильно снижает количество любителей выпить перед поездкой. Чтобы выявить таких водителей, а следовательно не допустить возможной трагедии на дорогах, сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд «Контроль трезвости». Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения. Значит, данное мероприятие проводится в связи с тем, что на территории Конаковского района и города Конаков возросла аварийность с участием пьяных водителей. Значит, с начала года нами выявлено 77 водителей, управляющих транспортно-средственным в состоянии опьянения. Только с начала года было выявлено 77 водителей в нетрезвом состоянии. Этот пятничный вечер не стал исключением. В ходе рейда сотрудниками госавтоинспекции было задержано два преступника. Один из них мужчина лет 50, его остановили на улице Васильковского. В ходе проверки в его крови было обнаружено 0,9 промиль. Второго нарушителя задержали в районе торгового проезда. Молодой человек предположительно находился в состоянии наркотического опьянения. Я не могу, просто мне говорят, вы алкоголик, я продул по нулям, вы наркоман. Поедем на следственник, я говорю, я не хочу ехать на следственник, потому что я не считаю нужным, я не вижу смысла. Я знаю, что я не употребляю наркотики, я знаю, что я не употребляю алкоголь за рулем. Транспортное средство нарушителей было задержано и отправлено на штрафстоянку. Материалы на каждого переданы в суд. Поимка преступников не единственная цель контроля трезвости. Очень важная профилактическая работа с каждым участником дорожного движения. В ходе операции сотрудники госавтоинспекции беседовали с водителями и раздавали им памятки. Операция контроля трезвости будет проводиться и дальше. Главная цель этих мероприятий – снижение аварийности на дорогах. Обращение к гражданам. Хотелось бы попросить реагировать на такие нарушения, как езда водителями в пьяном виде, информировать соответствующие органы полиции, ЕБДД.